здравствуйте друзья у нас вопрос который периодически повторяется я никогда специально эту тему не говорил но вопрос такой спрашивают люди которые по профессии юристы они собираются в соединенные штаты вот у них там обычно это связано с выигрышем green card лотерею или воссоединением там семей но не суть они легально собираются находиться в соединенных штатах и исходят они из того что юристами вот им тут как бы получается нет возможности быть и вот они присматривают себе другую профессию хотя надо сказать что профессия юриста в чем-то сродни профессии врача в том смысле что там есть относительно продолжительный процесс лицензирования то есть нужно год проучиться на мастера по юриспруденции есть годичные программы после этого ты имеешь возможность право получаешь сдавать на экзамен на то чтобы войти в коллегию адвокатов я пытаюсь российские русские термины подобрать в коллегию адвокатов то есть ты получаешь право на практику и то же самое у врачей ты должен сдать экзамены пройти там значит интернатуру там и так далее и это тоже занимает время но результат очень мощный на самом деле то есть люди в юридической профессии медицинской профессии это самые высокооплачиваемые специалисты в стране они где-то они работают как малый бизнес то есть у них свой офис своя практика где-то они работают по найму там скажем госпиталях но они они очень здорово зарабатывают поэтому это не программисты хотя те тоже очень очень прилично зарабатывают дай бог здоровья все такое но все-таки юрист такая профессия поэтому я я в принципиальном плане не вижу никак никаких проблем с тем чтобы человек который хочет быть юристом был бы юристом просто какое-то время может занять и выбор профессии другой но вот например там скажем того же тестера программного обеспечения обычно обусловлен тем что люди ищут быстрое решение которое дает относительно достойную оплату но то есть можно конечно вот например в медицине можно пойти медсестрой там да можно учиться но это время надо это учиться надо это занимает не один год а тут вот как как бы раз несколько месяцев и уже что-то а потом больше еще больше еще больше то есть это быстрое решение на пути к достойной оплате там достойный это 80 тысяч 100 300 20000 ну вот как бы да вот такие такие суммы и адвокат давайте мы собрать юристов проговорим про адвокатов поговорим у нас люди очень многих профессий здесь в школе бывали в частности адвокаты но я юристы в широком смысле и следователи и адвокаты разных разных уровней судебных таскать судебные системы юридической системы но мое наблюдение вот какое человек в принципе не рожден быть там скажем адвокатом или писателем или я не знаю там программистом у него есть задатки которые развиваются и задатки эти могут быть очень широкими в принципе то есть если человек например соображает то он может выполнять очень много разных работ казалось бы из самых разных сфер если мы говорим про людей абсолютно гениальных которые достигают каких-то мировых результатов и входят в историю это отдельная совершенно история вот если бы мы со спортсменами сравнивали мы бы сказали но вот есть чемпионы там да которые ставят рекорды которые там десятилетиями никто побить не может вот был в наше время такой валерий брумель он прыгал прыжки высоту его вид спорта и он совершенно легендарный был человек и вот его рекорд я боюсь собрать сколько там было 228 не помню вот он держался много лет и есть такие люди тоже значит но если мы говорим про например ну что вот тестером стать до приехал стал тестером там получает там через пару лет там не знаю свои там 85 90 100 тысяч это это даже не первый разряд это так ну 2 в тени не не это не какое-то особое достижение такое я уже не знаю там нужно поэтому если он пахал так если его направляли тренер был хороший так скажем да если у него базовые задатки есть физически то есть он не инвалид он у него не болит не тянет там у него не хрустит и так далее ну ну это почему же ему не иметь второй разряд это я не знаю еще раз я не большой спортсмен но я так сталкивался я хочу сказать чтобы получить второй разряд не нужно никаких особых то способностей но нужно не иметь проблем раз пахать и желательно чтобы у тебя у тебя был приличный тренер с приличным тренером ты гораздо быстрее туда запрыгнуть запрыгнешь а может быть и гораздо дальше прыгнет просто просто тебя направили хорошо я я в своей жизни просто имел опыт занятий у совершенно гениального человека такой был анатолий аркадьевич харлампев он создатель борьбы самбо я у него в секции занимался то есть я конечно тогда даже понять не мог масштабом личности но но вот я сейчас хорошо понимаю и я просто к чему рассказываю если у тебя тренер хороший если ты в общем дефектов нет изъянов нет вперед а втором кто там про второй взятки дожды и первый разъем счетом первый разряд поэтому если у тебя талантов побольше ты можешь быть и кандидатом мастера и мастером спорта поэтому не говорим о заслуженных мы не говорим о чемпионов нам не дай бог вот поэтому дело не в том был адвокатом или был он следователем или был он водителем автобуса это это несет важно значит если у него голова работает если он может пахать уже есть понимаете проблему сейчас очень много людей пахать не в состоянии они как бы вот у них руки есть ноги есть мускулатура есть вроде бы даже мотивация какая-то есть а пахать они не будут больше того они не будут делать то что им сказали делать ну просто элементарно делать я не говорю там вот по-английски есть такое выражение в этом тугом форме экстра моего лишнюю милю пройти те сказали противостоять еще лишние мили прошло я даже об этом не говорю вы не знаете какая чудовищная проблема вот просто элементарно сделать там домашнее задание сделать его в срок подготовиться к тесту там посмотреть видео прочитать книжку и так далее вот я я вам пример приведу вот например у нас есть такая процедура называется мог интервью когда курс закончился мы готовим их к интервью и говорят вот есть там страничка если вы пойдете на сайт партнер компьютер там будет партнер датком слэш форум и вот в этом форуме там есть секция такая называется интервью крещен и и там 21 вопрос и соответственно 21 ответ если человек разобрался с этим 21 одним вопросом и данным к нему от ответом выбрать уже ответ же есть уже я не знаю что такое то 21 это ж не 250 то легко с нас любой тест у нас но это не приходит на этот мог бы допустим если пришли 10 человек я им даю задачу оттуда там например как протестировать там логины пасворд там окошечко функциональность логины пасворд был в классе разбираем несколько раз мы но тут написано там написано здесь написано вот это один из тех 21 и но если из 10 человек двое реально сделали так как вот мы им сказали вот там с ответ вот дали этот ответ выучили но он и буквально выучили к экзамену выучили это неплохо потому что бывает что один бывает ни одного но на самом деле эти двое могут может оказаться что они как-то учили но не доучили то есть они сделали но частично не поняли что там было и и по ходу дела напутали и тогда вот вот мы об этом говорим понимаете мы не говорим о подвигах мы говорим о том что безумно сложно найти сегодня людей которые в состоянии элементарные вещи добросовестно делать в собственных интересах юрист он был чего юрист ну юрист если уже мы так х юрист я я просто хотел шире потому что я не хочу один и тот же сюжет делать там про 25 профессии это если экскаватор щека если я там проектировал я не знаю там что водонасосные станции я смогу как вот с этим без разницы кто ты там был у нас юристы были почему-то в основном из беларуси вообще у нас половина школы вот русскоязычной части нашей школы половина из беларуси потом украина последние годы добавилась россия потому что она несколько лет не участвовал в green card лотереи так тоже совсем никого не был ну и вот в основном да вот беларуси и соответственно тут у нас были юристы часто бывает семьями муж юрист и жена юрист вот они где-то там университете познакомились одна у нас есть совершенно там очаровательная пара правда жена жена не стала тестером она по медицине пошла но вот он был значит следователем она к нему на практику пришла из института вот они такие пары исследователи там по экономическим всяким я когда начинал объяснять чем они занимались видом думаю нифига себе тут такие сейчас люди опасные то есть сажали народ куда-то там как там нет это даже грустно но неважно то есть как бы ответственно работу выполнен и я хочу сказать что они очень неплохо себя чувствуют в тестировании вот те кого я так вот перед глазами меня стоят они довольно быстро начинать будучи серьезными людьми серьезными они серьезно подходят к решению этих задач они очень хорошо продвигаются по должности вот недавно одна заглянула она уже пять лет тут в стране а она пришла практиканта выбрала я науки менеджер в стартапе молодая девочка принципе и там она когда приехала ей было лет 27 вот и пожалуйста она уже это у нее не первая менеджерская позиция так что я что хочу сказать что юристы совершенно нормально осваиваются вот вот с этим совсем я думаю что в принципе мог они могли бы всего программировать тоже но просто на то чтобы найти работу первую программистом гораздо больше времени уйдет знаете то скажем если мы ну там три-четыре месяца их учим там пара месяцев практика ну хорошо но шесть месяцев вот шесть месяцев и он уже пошел работать по специальности уже за деньги ну там 25-30 долларов в час то программистам я не знаю как за как человек который вообще с улицы ну ну с улицы в техническом смысле да вот юрист не инженер хотя так инженера еще не каждого научу я не верю что у него диплом инженера я беру более узкий класс я беру людей у которых помимо диплома инженера еще эти инженерное мышление и способность учиться и так далее это вообще это во сколько их осталось вот ну где они эти все люди поэтому если у тебя есть все эти способности может быть и вообще никакие школы не нужны вот а чего вот так как на википедии написано вот все знание есть хочу википедия чуть экономить но купи за 3 доллара использованную книжку там или качни в конце концов и читай книжку вот но если такой способный но это один из ста так может потому что следующий то вопрос у него возникает ну хорошо но вот ты получил какое-то знание абстрактная там книжку читал а как интервью с этого вот кто тебя на интервью позовет это же вопрос мать и то есть мы мы же шлем и шлем и шлем на интервью пока это не произойдет вот и все что мы говорим между между интервью ну ну позанимайся но вот тебе задали вопрос но поработай над тем как лучше ответить там такие вроде несложные требования так сложно это все поэтому если юрист элементарно адекватен или человек другой профессии элементарно адекватен то есть это значит что он занимается ну делает домашние задания читает книжку готовится там материал который положено готовить старается понять а не зазубрить есть некоторые очень здорово зазубривать ничего не понимают вот его раз шаг в сторону ничего не понимать он думает понимаете люди не повод они думают что зазубрить это и есть выполнить требования никому не нужен человек который зазубрил но это же он там не не то что в бангалоре там в колледже учиться там они любят зазубривать зазубривали зазубривали понимать же тоже надо ты можешь не зазубривать но понимаем я я бы сказал что как бы наша образовательная традиция да вот из ну такая советская как они сейчас как русский мир я с ужасом боже мой как черная сотня при мне очень русский вот эта традиция она такая что зубрил не уважали а уважали те кто понимает ты можешь не зазубрить но ты понимать то вот и в общем очень очень много всяких отклонений возможны в жизни юриста вот а так вот если он элементарно адекватен я не говорю крут я не говорю там на ходу подметки режет я боже ты мой но элементарно адекватен то чтобы ему там не найти работу не тестировать программное обеспечение и так далее если он немножко более крут и более адекватен и так далее так далее то я думаю что он и и в своей профессии юридически если захочет он без особого напряжения там восстановится за пару-тройку лет если хочет но это действительно на порядок более сложное и более интенсивное такое усилие чем то что мы делаем я я очень хотел вот в этом видео ответить людям разных профессий то что там вот юристы я почему начал про юристов не первый раз именно юристы вот но они они больше беспокоиться я понимаю это люди далекие от технической профессии поэтому они могли больше беспокоиться но вопрос от людей самых разных профессий поступают те же самые поэтому я вот и хотел в этом сюжете ответить сразу всем тем кто задает этот вопрос я включил в плейлист у меня есть там faq по там иммиграции вот так что я надеюсь что мне удалось значит вот могу ли я если ты элементарно адекватный значит можешь без проблем счастливо а